Короткое замыкание и человеческое равнодушие стали причиной пожара в автозаводском районе. На улице Фучика во время движения вспыхнула машина. Возможно, ее удалось бы быстро потушить, но лишь немногие водители из плотного потока останавливались, чтобы помочь. Увидел горячую машину, развернулся, чтобы помочь потушить, потому что люди уже стояли, некоторые помогали, останавливались, тушили. Но душители не справлялись, помогали еще снегом тушить. На самом деле машина горела, я не знаю, вот я подъехал до подрезанного пожара, где-то минут 10 она горела. Но поток был большой машин, ехали со всех сторон, было вечером. Ну, не знаю, очень странно было то, что мало кто останавливался, на самом деле. Согласитесь, за 10-15 минут то, что остановило там 10 огнетушителей максимум, это очень мало. В подкапотное пространство машины все горело, площадь большая. А огнетушитель, он там буквально 10-15 секунд и все закончился. Если бы все подошли сразу, там по 5-6 человек сразу подходил, потушил бы огнетушитель, может быть справились. Но огонь был на самом деле достаточно большой и не успевали просто. Огонь опять разгорался. Слабок еще подъехала газелька, машину взяли на трос и оттащили на центр дороги. Машина стала там догорать и уже пожарные потом приехали. Ну, все потушили быстренько. Ну, короткие замыкания, всякое может быть. Все бампера, все из пластика идет. Ну, салон очень быстро сгорает так. Наверное, ее ремонтировали в сервисе и что-то неправильно соединили с проводкой. За проводкой 100%. Водитель на самом деле не общался, но видно было, он бегал вокруг машины, что-то вещи какие-то доставал постоянно. Я на самом деле очень жалко было водителя, потому что машина была достаточно свежая и загорелась. Ну, она сгорела только вперед у нее сгорел, то есть только вот под капотку. Больше, по-моему, больше она не пострадала там нигде. Скорее всего, на разбор отдадут под разбор машине все. Продолжение следует...